значит тут ситуация примерно так дело в том что я же в штатах мимоходом вообще телевизор не очень интересно смотреть а его фамилия коми 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 джеймс коми коми и я решил там сдуру что это что-то у нас в коме случилось директор фбр коми республика коми и какая но откуда я знаю я слышу там чего-то доносится из соседней комнаты все так же с утра увидели коми что в коми я думаю почему это случилось почему именно это новый что ж там ужасного случилось оказалось что ужасного еще не случился просто директор фбр у них такой а вот у меня вопрос верюш это тоже мы хакеры русские скорее всего конечно не у них не обошелся я думаю путин а лично позвонил более того насколько я понимаю дело в том что я не зная этого прилетел в нью-йорк вместе с владимиром родульсичем соловьевым мы летели в одном самолете одним рейсом но он вышел в разных салонах он вышел первым и шурин мой его засек а также огромная толпа народу и началась истерика в интернете зачем соловьев приезжал в соединенные штаты вообще странно журналисты до спрашивать о том зачем он куда-то ездит да еще он вообще в разные места ездит он ездит в британию есть в континентальную европу в штаты ездит но я в японию вот зачем-то ездил да поговорил там народу с разным в том году а зачем я в одном самолете с ним ехал вот этого же никто не сказал и мы поняли по переписке друг с другом что мы наверное поехали трампу передавать инструкции причем видимо владимир удольфович напрямую владимир владимирович ну а конечно а я через хасидов через хасидов но у меня хабадников же друзей на полно причем есть американский учитывая то что взять у него кушнер а дальше мы все понимаем то есть получается что мы с соловьевым взяли трампа в клещи с учетом того что я вернулся сегодня с утра вы догадываетесь что увольнение директора фбр может быть уже только мои работы все совпало то есть добил директора фбр и улетел блестящая спецоперация согласитесь на красивая я просто заранее всем тем идиотом которые на эту тему в рамках американских социальных сетей или российских рассуждают или будут рассуждать предлагаю такой вариант пусть повеселятся потому что прошлом году на майске тоже съездил к старенькой тещи все таки 87 лет и меня узнал какой-то как бы вежливее сказать тяжелый придурок щирый придурок был судя по результатам у него там социальные сети все были утыканы всем на свете вот и слава украине героем слава и у меня бегал вокруг фотографировал на мобильник в овощном магазине куда естественно завезла жена а потом появилась масса рассуждений на то что я туда приехал поесть турецких помидоров потому что мы перестали у турции закупать и в россии помидоров больше нет просто тележка стояла около помидорного отсека было потрясающе смотрите директор фбр уволил трамп волевыми усилиями ну за что уволил не слушался плохо себя вил вообще-то говоря не очень слушал президента вообще-то там многие не слышат президентов но только мало кто за это увольняет свое время он очень второй уволенный такой директор фбр до него был клинтон в девяностых годах который уволил тогдашнего директора фбр но действительно за очень серьезные нарушения то есть трамп в общем-то чистит причем второй глава фбр просто в истории этой организации судя по распечатанному вами информационному листу за что спасибо сереж большое вот тот был в девяносто третьем году этот в 2017 ну конечно бог слой троицу любит но в общем как то так любопытно а представляете вот когда был эдгар гуев да директор фбр вот чтобы вот так вот его взяли по телевизору да спасибо до свидания вот я прям представляю у нас кстати вспоминают из нижегородской области справедливо что на же кариба где-то преподает в вузе это тоже интересный вопрос а в каком вузе преподает якобы кариба может мне кто-нибудь сказать он то ли в мгу то ли в гемо вот он где потому что не знаю я уж как то может не стоит людям которые скажем так проявляют свою крайнюю неприязнь может и ненависть а может и презрение к российской федерации к россии преподавать нашим детям в наших вузах но смотря что преподавать в итоге что он преподаст я чем дело он же не преподает арифметику он не преподает черчение он идеологическое что он преподает что там что по определению показывает кто мы такие с его точки зрения и он это он молодец он честно этот человек или эти люди говорит об этом в эфире молодец сам признался разве не так а тогда быть вот я что пущу своего ребенка к такому преподавать мне же потом ему надо будет мозги прочищать этому ребенку разве нет лучше не доводить зачем мне нужно чтобы моему внуку рассказывали что он живет в стране негодяев фашистов там путина с гитлером это же так было а ваш но как гитлер он был диктатором и тираном да но как гитлер извините ребята вы что-то ну совсем уже не туда это мы фашисты но нам же это говорят да вы фашист открыто в эфире говорят почему в эфире это можно а что это человек говорит детям в узах а я не знаю если то же самое ну давайте может быть закроем эту тему навсегда и хватит такой свободы слова хватит ведь ведь ребята извините конечно понимаю не про то что хочется с точки зрения удивительно ну понятно журналисты либеральный стонут он на мк со мной либеральный журналист мильман поговорил ему почему-то захотелось на тему ходорковского и чё я про него думаю на самом деле но сказал в эфире я ему рассказал михаил сергеевича горбачева и что я про него думаю на самом деле как главу страны ну тоже рассказал а как вы можете а я что могу когда у меня была страна а теперь у меня нет страны что я должен думать про этого чек так у меня завтра получается есть там внуки а завтра моих внуков не будет ровно потому что им объяснят все что объясняют товарищи начальники разных вузов вам не кажется что это чересчур а пахлицкий тумач разберутся демократия я щас посмотрю как в американском университете вы будете чё там такое рассказывать не то же про вашу страну и плевать ей в лицо а про то что соседние хороша а это называется особая тяжелая статья антиамериканская деятельность нет по ней вышибли всех включая чарли чаплина но вы имеете ввиду когда была охота на ведь она была долго и два особенно выдающихся человека который доносы написали на всех были никсон и рейган не помните какие постоянно после этого заняли но президентами стали но пробы там было некогда ставить ни на того ни на другого ну конечно попробовал бы кто-нибудь что-то тысячную долю сказать того что эти ребята говорят нам и про нас а вы интересно и это почему-то называется демократия или свобода слова или еще чего-нибудь более того я кстати помню потрясающий был профессор зубов помните вот который про то что гитлер это оказывается ангел нашей истории а нас бы освободили от него надо было чтоб гитлер нас завоевал а нас бы союзники освободили 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 бы нас союзники если гитлер нас завоевал объяснил они бы с ними договорились в 15 секунд и мы сейчас существовали в третьем рейхе нам и четвертый то санкции вот выставил в лице госпожи меркли так мы в третьем существовали радовались бы жизни да нельзя значит смотрите чудеса чудеса бывают разные но с этим конечно пора кончать с этим безобразием пора кончать и в преподавателях и в эфире пора просто кончать это безобразие поэтому т-1 хватит т-2 нет не хватит давайте наоборот больше больше да и т-3 мы то как мы позволяем с собой обращаться во всех смыслах этого слова и говорите как угодно и здесь на самом деле есть одна вещь которую может кто-то не заметил может заметил в этом году бессмертный полк миссия бессмертного полка была совершенно фантастическая она прошла в множестве стран десятки миллионов человек да она в москве собрала под миллион человек то есть это вот отродясь такого не она не прошла в таджикистонию ее запретили и московские таджики совершенно взбешенные тем что вот их дедушек вот так вот взяли героев войны а вы слышали повод какой-то то что да 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 исламские законы не позволяют с изображениями мертвых кто бы говорил вот кто бы говорил это точно было бы очень интересно но они в москве прошли спасибо ребят просто ну спасибо всем тем кто помнит что неважно с какой республики при балтике с украины с белоруссии с молдавии с закавказских республик или со среднеазиатских центральноазиатских если говорить о казахстане что ваши дедушки и бабушки тоже воевали или работали в тылу или если говорить опять же о тыловых республиках средней азии спасали от голода от голодной смерти миллионы тех кто вынужден был там спасаться в эвакуации ребят большое спасибо низкий похлон всем кто в этом по-настоящему принимал участие тем господам президентам которые посчитали что в их странах этого не надо ну как вам сказать ребят ну иуда же плохо кончил да да иуда очень плохо кончил 30 серебряников вы может и получите вы может отчитаетесь перед той тетенькой из госдепартамента или какой-нибудь ее заместительницей помните была Виктория ну на Украине особенно что ну не надо нам 9 мая бессмертный полк и вообще парад победы это все будет 8 под запад у нас 9 мая на Украине говорят последний день в нашей украинской истории и вот здесь и сейчас я хочу сказать не претендуя ни на что в качестве правительства ребят это вернется у вас будут праздновать 9 мая день победы это точно будет тут на моего доброго знакомого и старшего товарища Александра Моисеевича Городницкого страшные наезды за песню Севастополь это говорят у вас потому Крым теперь Россия что вот он песню написал Севастополь останется русским ну так вот день победы 9 мая на всей территории Советского Союза и кстати в Израиле так вот он поверьте будет так что он 9 мая и будет я не знаю когда это будет но он будет 9 мая везде а дальше хоть повесьтесь там и в трех прибалтийских столицах и в сегодняшнем Киеве Евгений Анатольевич сделаем по новости так Алексей Несахаров здесь куда же новости новости а потом возвращаемся о голосовании о переписи их проведем понимаете если очень долго вам объяснять что вы свинья то вы захрюкаете есть такая поговорка если очень долго притаптывать ребенка и объяснить ему что он живет в стране тиранов негодяев людей которые ну вот Гитлер Гитлер ты могуч ты гоняешь стаи туч а ваш Сталин такой же то этот ребенок просто возненавидит свою страну а может и своих родителей он будет смотреть с ужасом на дедушку своего ну и что дальше у меня у дедушки военно-морская форма была черного цвета он что эсэсовец на этом основании да не только цвет да важен нам морочит все что угодно нам рассказывают что у нас было миллион изнасилованных немых два миллиона изнасилованных немых в Германии после войны были ли изнасилования были из-за этого расстреливали из-за этого давали срока очень серьезные никто не помнит что такое тот приказ по которому разбирались и с мародерством и с чем угодно у нас есть данные архивные по Берлину вот я просто мне стало интересно откуда идти там миллион изнасилованных два миллиона изнасилованных ладно есть данные по Берлину что 32 ребенка имели русских отцов на момент окончания войны так так отлично 32 запомним эту цифру есть там 1500 или 1800 не суть важна которые родились из них результатами изнасилования было насколько я помню 9 Берлин да крупнейший озел да понятно были первые когда еще не заработал когда только что вошли на территорию Пруссии когда не заработал соответствующий приказ было много чего особенно с людьми у которых по оккупированной территории просто прокатилось и уничтожены были все под корень это было есть такое была ситуация с Кенигсбергом который два раза пришлось брать и были воспоминания мемуары все на эту тему было это все есть тут изобретать ничего не надо не надо умножать делить и делать выводы по всей Германии потом умножать делить и делать выводы что это все потрясающая работа британского как бы историка но тема того что ну мы понимаем что только 10% а на самом деле остальные сразу все это удесетерилось британские ученые они любят статистику британские ученые значит соответственно нельзя такие вещи оставлять нельзя мимо таких вещей проходить и нельзя не допускать чтобы такие книги свободно лежали на наших прилавках не того чтобы люди с таким воззрением преподавали в наших вузах или упаси господь школ нельзя не того чтобы эти люди приходили к нам на телевидении и ради и вытирали о страну и о нас самих ноги просто этого нельзя и давайте под этим не будем сразу кричать вы мои там религиозные чувства оскорбляете вы мои такие чувства вы оскорбляете моего свободного а я имею право говорить что не имеешь ты иди в Америку скажи что нибудь в этом а а я посмотрю сколько ты там продержишься на этом телевидении вот один раз что-то скажешь Гитлер ангел американская история правда интересно ну такое скажешь это все он бы нас завоевал а Сталин бы нас освободил сколько этот человек продержится в эфире его отключат потом его с волчьим билетом выкинут отовсюду в старые времена не очень добрый там бы был деготь и в перьях вымыслили ровно так не а относить на нас можно поэтому голосование ребят Т1 мне очень интересные результаты очень серьезное голосование идет Т1 хватит этого безобразия Т2 не ну что вы даже и не хватит давайте будем терпеть мышь кривые косые нам сколько не плюй в глаза все божья роса ее надо больше наконец Т3 мы то как мы позволяем относиться к себе со всеми вытекающим раз два три вы знаете честно говоря ну мне приходилось много ругаться и с американцами и с кем угодно в Европе на разные темы ну просто ну так я не буду туда ездить если я не могу говорить реальные вещи а вынужден под них подстраиваться он после последней конференции несколько лет назад НАТО куда меня затащили европеисты и это было интересно пока истерически не начали визжать польский полковник господин Пшель который тут вот Пшель он и есть Пшель НАТО представлял какое-то время и запомнился гениальной фразой всем что у него дантист в Брюсселе поэтому его не интересует что его родная Польша становится в рамках размещения там системы американских ракет которые они называют системой ПРО мишенью тогда для ответного удара это его не интересует дантист в Брюсселе это он ляпнул не ну это он хорошо он же по-русски сказал если бы он это сказал в Польше вот было бы интересно и там было еще два американских курсанта из Вестпот по-моему истерика такая была у них на тему того что их демократия оказывается не светоч вовсе человечество ну как же как же ну как вот так я после этого сказал ребята да проводите его пропадом не поеду я в эту вашу систему она меня перестала интересовать ничего ну так у меня нет недвижимости западе ну так нет у меня этих счетов господи кому бы они были нужны больше лауш для дураков швейцарский банк ты туда денежки скирдовал а ты их оттуда вымешь дурашка а чушь никто не смог не смогли деньги нет конечно любой филиппинский иранский кто угнет в ту секунду замораживаться в ту секунду как в твой адрес цикнули тем более по нашим забыл ты о своих деньгах и о своем счете забыл тю-тю и никто его никогда не а кто ты ты жертва холокосты еврей ты эсэсовец не жертва холокост или ты может советский чиновник ну российский чиновник конечно не советский уж так а российский который честно украденные деньги положил так кто тебе сказал что тебе их вернут дурашка ну так не держи их там тоже мне проблема ну правда я понимаю там в коробках из-под обуви или уж теперь из-под телевизоров судя по объему некоторые держат так и к ним приходят ну да называется борьба с коробцией ладно у нас не только клин на этой теме сошелся на следующий час кстати мы будем говорить с двумя гостями совершенно замечательными представителями форда смеги смеги фонда который умудрился запустить вот прям поперек всего что происходит сейчас в мире увековечивание 9 мая ну скажем так в мировой календарь как день спасения еврейского народа день да 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 день спасения которое ушло в историю ну так же как уходили памятные даты побед день спасения и освобождения так же как у евреев уходят в историю на тысячи лет день победы туда ушел гениальный человек Герман Рожбилович Захаряев который вот сообразил никто не соображал ему это пришло в голову почему это ему пришло в голову понятия не но вот пришло и у нас традиционно мероприятия на эту тему проводятся в разных странах мира включая те которые нас не любят и санкции на нас накладывают и конечно в Израиле вот придут два гостя будем расспрашивать чего будет в этом году потому что это по религиозному еврейскому календарю он лунный он плавает он не всегда это 9 мая переходит там на другие даты по еврейскому месяцу ияр это день 26 ияра безумно еще символичный для израильтян потому что там еще и годовщина шестидневной войны то есть там победа победа вот ощущение в мозгах-то поворачивается одна победа накладывается на другую и это уже мертвая сцепка которую ни у каких не разделишь но у нас за это время произошло еще два события достаточно любопытных пока вас не было а вы были и не усмотрели так да я пропустил и что же во первых избрали в Корее президента южный ой очень сложно пока не запомнили мун дже ин я читаю потому что мун дже ин я запомнить точно не могу и это практически все что мы можем о нем сказать потому что да его поздравил Владимир Владимирович Путин но он оппозиционер он набрал 41 там с дробью процентов голосов его конкуренты 24 процента и 21 с половиной и это все что о нем можно сказать поэтому зачитывайте погоду потом напомним про голосование и поговорим про Макрона 5-5-3-3-Вести Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским Евгений Андреевич итак мы продолжаем голосовать на тему того не пора ли нам прекратить с поношениями и плевками в лицо зрителям стране памяти о войне и вообще всему чему угодно на нашем собственном телевидении за наши собственные деньги я понимаю что это рейтинг вот откуда его брать работать надо брат кролики это ваш труд хлеб я понимаю что это а то получается с этими ребятами ну как в старом анекдоте советском про то что есть две новости одна хорошая вторая плохая плохая новость состоит в том что до весны осталось жрать один навоз а хорошая в том что его много и до весны его хватит ну по-моему как-то это не очень так вот в оригинале анекдоты было использовано слово говно вполне все литературное и в данном случае это с моей точки зрения абсолютно я готов за это нести солидарную ответственность точно отражает ту субстанцию которой нас поливают мажут делают это при этом то есть без малейшего понимания того что их могут просто может прекратить сюда звать и выпускать в эфир и говорят уже ну понятно что ребят храбрые да они говорят 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 а с ними ничего ну значит можно и даже хорошо и даже рейтинг давай давай за это можно и огрести на самом деле сильно за что иногда перепадает перепадает нечасто к моему сожалению ковтуну и якобы караки ну припадает иногда очень слабо но тем не менее значит ты один хватит этого безобразия ты два нет нет нам мало дайте нам и шо и шо т3 мы то как мы относимся к себе и как мы позволяем к себе относиться или или не позволяем в данном случае так вот последний о ком хотелось бы сегодня вспомнить президент франции макрон значит я не знаю гомосексуалисту или нет у нас есть такое число пи 3,14 есть такая буква до музыкальная нота и есть буква в алфавите р и вместе это все в принципе характеризует невежливо ту категорию населения человечества которую мы изящно называем гей так вы думаете это про него я не знаю это же вы сказали эту историю помните в новостях гей-люсак у нас было помните гей-славяне никто в жизни в моей молодости даже не думал что когда ты скажешь что-нибудь со слов нет гей да то это имеет отношение никто про радугу не думал господи замечательный мультфильм голубой щенок не вызывал ни у кого никаких ассоциаций ну никаких согласитесь да сейчас какой-то тихий дурдом но что в нем в нем конечно есть странно его личная жизнь действительно ну скажем так в корне противоречит всем тем правилам игры которые во франции стране куртуазной любви из сплошных адюльтеров у них был бурный роман евгений ему было 17 а ей 41 это называется геронтофилия да страсть к бабушкам дело в том что он женат на школьной преподавательнице своей в классе с дочкой которой учился то есть как бы его соученица по одноклассникам можно сказать одновременно является его приемной дочерью если бред абсолютно для франции это не характерно во франции бывали разные союзы во франции президент его любовница это нормально президент и много любовниц тоже нормально оланд в конце концов изменял сеголен руалель с какой-то дамой которого он ездил на мотороллеры я не помню как его зовут но при этом на сеголен руалель он не был женат мы перепутали он сеголен изменял с триер вейлер вот этой женщины а уже триер изменялся актрис да дело в том что он не был ни на ком из них женат включая руаяль между прочим правда правда и в этом плане франция на него смотрит сильно косо более того насколько я помню после того как этот юноша ему сейчас 39 да жене простите 64 да выиграл президентские выборы она еще изящно поцеловала ему ручку то ли он для нее как сын но в общем опозорила она его перед всей Францией и перед женщинами тоже потому что французская Женевьева она вообще к такому не привыкла она там с голой грудью на баррикады согласно на картине это пожалуйста но на тему вот таких сложностей как-то насколько я знаю француженок страшных кто кстати знает как смертный грех инквизиция там красивые там вообще их нет какие слушайте страшнее француженок только англиченки спаси Господь вот это уж точно инквизиция там видимо страшно прошлось Макрон отмечен тем что он взял две трети голосов и он сказал все те слова насколько это беспрецедентно насколько он великий и могучий и ура ура а дело в том что это все голоса которые не взяла его конкурент Марин Ле Пен который еще что называется позавчера мысли не было что она будет вообще-то говоря на завершающем туре но у нее папа был когда-то даже на завершающем туре да ну слушайте поговорите с французами и за голову берутся четверть французских избирателей просто не пошла голосовать но из тех кто пошел треть проголосовала за Марин Ле Пен сельская Франция проголосовала за нее и более важно молодежь консервативная Франция так ведь мало того а где те партии которыми управляли вот эти все ребята правые левые партии исчезли развалились вот можно себе это представить партии нет они сдохли то есть до чего Алант довел свою партию президент Франции мало того что у нее такой рейтинг с которым тебя в тюрьму не примут партии нет больше в этом плане давайте поймем простую вещь когда я говорил в свое время цитируя Черчилля относительно Клемента Этли что тот был назван Саром Уинстоном овцой в овечьей шкуре я после печальных терактов в Париже когда Аллан не смог сделать ничего для борьбы с терроризмом кроме как пройтись под ручку с международными мировыми лидерами по бульварам я сказал что он просто баран в бараньей шкуре после чего некоторый ресурс который был в ютюбе насколько помню и там размещали какие-то симпатизанты мои эфиры он был вырублен из эфира за неэтичное сегодня я понимаю что Макрон то ну чисто Аллан причем Аллан да еще вспомнят как сильного президента на фоне Макрона говорят там будет Меркель всем заправлять он никто ага а так это уже было при правительстве Виши но час кончился да да голосование тем не менее продолжается с голой грудью говорят Мариан Ниженевьева тоже верно макрона макрона макрона